Привет, дачники! Наконец-таки время пришло до кровати, давно я хотела ее сделать, но делаю я ее не у себя, у меня пока рановато. А здесь востребовано. Купаюсь в небольшом море не своих разных всяких инструментов, но мы по-прежнему будем придерживаться своей старой концепции минимум инструментов. Сначала шлифуем эсцентриковой машинкой, шлифмашинкой, пилим пилой или лобзиком, заворачиваем и сверлим шуруповертиком и саморейки. Все, что нам нужно. Кровать мы будем делать из брусков 40х40 и 60х40. Выбирая, обязательно смотрите, чтобы они были ровными. Также нам понадобится мебельный щит для изголовья. Этот вариант кровати не требует подъема сильных тяжестей. Очень хорошо подойдет для девчонок, для мужчин с больными спинами и в особенности для девчонок с больными спинами. Таким, как я. Многократно убедилась, что скотч намного крепче и удобнее любой веревки. Пользуясь случаем, хочу признаться в любви к Леруа Мерлин. Шлифуем все брусочки. Складываем друг другу порезанные бруски, ровняя их по всем краям. Вся инфа с размерами по традиции будет в конце видео. Скрепляем два бруска 40х40 и 60х40. Сначала сверлом, потом зенкером и желтыми саморезами, толщина их 6, длина 70. Сначала закрепила бруски по краям, а потом затянула по всей длине. Переворачиваем нашу боковинку и крепим сверху еще брусок 40х40. Кладем ее так, чтобы с внешней стороны нашей боковины было наименьшее количество щелей. Уравняем. Далее все по той же схеме. Крепим по краям, сверлом, зенкером и саморезом. И так же все четыре стороны. Ну что, собираем? Да, здесь чудесно. Даже ничего пристукивать не пришлось. Здесь немножко придется постукивать. Где? Чем? С этой стороны идеально не зашло, пришлось применить насилие. Скрепляем наш замечательный прямой бурник. Собираю центральную опору из брусков 40х40. Ставим ее на место, ровняем и крепим. Так, для того, чтобы у нас здесь положился матрас, мы должны будем прикрутить досочки. Прикрутим эту перекладинку для досочек на высоте 40 мм. Вот как здесь. И тогда у нас досочки ровненько лягут. Так, из-за грызочков и всего остального мы будем сделать ножку. Мы ее скрепим, и получится вот такая вот толстенькая ножка. Почему разной высоты? Потому что эта часть у нас будет подпираться под эту перекладину, а эта часть у нас будет получаться вот так вот. Упираться сюда. И под эту управляющую перекладинку будут две ножки. Я бы сделала одну, конечно, но после очень долгого совещания решено было сделать две. Вот так. Из той же облизочков приступим к сборке. Вот у нас получились такие две детали. Сейчас мы их объединим в одну, и получится вот такая вот ножища. Такая у нас получилась ножка толстенькая. А эта ножка по центральную опору. Ну что ж, поставим основание на ноги. Ой, вот тут какая-то фигня произошла. Можно же, знаете, перекладинку. Мы крепим ноги к основанию. Ножки, кстати, специально скреплялись так, чтобы шляпки саморезов не было видно с внешней стороны. К центральной перекладине тоже добавляем ее две ножки. Было решено добавить железные уголки, потому что ножки под сильным напором шатались. Немножко неправильно я их закрепила, но теперь все железно. Готовим палки под матрас. Ширина у нас получилась 161, отмеряем 160, чтобы были газорчики по краям. Первая готова. По полсантиметра с каждой стороны. По завершению каркаса надо все остроты зашлифовать, зашкурить и кое-где щели зашпаклевать. Вот пришло время для крепления для изголовья. Их будет 4 штуки. Здесь вот нарисовала такие укосины. Сейчас вот увидите, зачем. Вот так вот получилось. Сначала мы просто прикрепим ее, а потом уже будем ровнять. Ставим мебельный щит для изголовья. Получился он у нас 168 на 60. Вот зачем я тут скосик такой делала. Так же красивше. Окраску производим мебельным лаком на водной основе. Хорошие фирмы Ви-33. Цвет тик. Смотрится очень богато. Ну, я в своем репертуаре украшу изголовье своим оленем. Распечатала оленя на трех листках формата А4 и переведу рисунок через копировальную бумагу на фонет. Долго я в магазине у продавщицы вспоминала, как она называется, потому что в последний раз я ее пользовалась в детстве. Называла ее переводилкой, потом вспомнила копирку, и после этого слова продавец сразу поняла, что я от нее хочу. Делаю дырочки рядом с линиями, чтобы можно было подлезть пилочкой для лабзика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А еще мне понадобилось самка оленя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красота страшная сила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот, наконец, добавила своих фирменных оленей. Смотрите, как красивенько получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Агонь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, уходите. Пока, дачники. Все, уходите. Уходите, уходите. До свидания, до свидания. Уходите. Ставьте на паузу, читайте инфу, разглядывайте картинки. Я и не сомневалась, кровать получилась крепкая, красивая. А вы создайте свою идеальную кровать. Спасибо за просмотр, комплименты, лайки, репосты. До встречи, дачники. Субтитры сделал DimaTorzok